Всем привет, с вами снова Эд, и сегодня сделаю обзор на замечательное коллекционное издание игры Варка в 3 регионы Хаоса. Издание поставлялось в 2002 году вот в такой вот замечательной коробочке по традиции Близзард. Запечатанная я сзади, например, вот такую, что с информацией содержимым. Листик. Отбывается фук. Вот так. Это цвет с эксклюзивной гитографией. Четыре штуки в Сентрал. Кантас, Ночные эльфы и Undead. Собственно, Г4 фанция, из-за которых мы играем. Вот. Под литографиями лежит Redbook. А это по сегодняшним меркам не самый лучший на свете. Ну да-да, в 2002 год, только две коллекционки выпущены на Западе, обладали таким большим и шикарным отделком. К сожалению, в нем слишком много отведено на всякие CGI и прочие крутости. Потому что тогда это было как-то CGI. Сейчас с CGI никого не увидишь. Не удивишь потом. Из всего этого артбука мне хочется только выделить концептную часть, посвященную World of Warcraft. Тогда она еще не вышла, а здесь ее уже заявляют. Да. Вот такой вот Redbook. Родбук, кстати, можно было тогда купить отдельно. Продавался отдельно за 19,99. Как я это узнал, чуть позже покажу. А вот так это все выглядит под Redbook. Сама игра поставляется в Javel, но коллекционного. Сама игра. Потом у нас идет диск с музыкой. Вот это очень крутая штука для этого времени. 2002 год. Не у всех еще был DVD. Игры еще были на CD. Сама игра последствия на CD. А это эксклюзивный димит, это диши, DVD с видеосозданием. Причем. Видео на нем идет в каком-то чудовищном разрешении. Там 640 на 480 или что-то в этом духе. И поэтому оно как гораздо более высокого качества, чем на самом диске. Потому что тут несколько декабайт, а тут совсем сколько декабайт. Ну вот. Это каталог. Вдруг. Рисерка, где рекламенустроеры, концерт. Видите, артбук. И цена. 19.95. Не 99, а 99. Дерево технологий, ночные эльфы, деды, юмэн и пьерки. И мануал, кроме шуток, оцените толщину, вспомните современные мануалы. Вот это мануал, рисуночками снабжён. В общем, мануал, мануал, мануал G, только на английском. В общем, в нём больше 150 страниц. Мануал ПЗ больше 150 страниц. Вот так вот. Итак, ещё раз вспомним, что здесь было. Кстати, рекомендованная цена. Насколько я знаю, оно тогда стоило 79,99, то есть 80 долларов. И наполнение для 80 долларов сейчас просто зачётное, напомнюсь. 79,99 столько стоит массы, эффекты 3. Которому, собственно, ничего из такого количества лута нет. 4 фитографии. Дерево технологий. Мануал. Каталог. Ародбук. В основной странице стоит больше 100. 177 страниц. Ародбук на 177 страниц. Диск музыки, диск видеосоздания. Вот так. Зонная коробка. Ну и, конечно, сама игра. И вот всё это в удовольствие стоило 79,99. А я его купил за 38 долларов на ebay. Вот. И ещё доставка стоила 50. И ждал я его ещё полгода. Потому что прошляпил и заказал доставку морской почты. Вот. Такая вот коллекция Blizzard на сегодняшний день. Warcraft 3, Diablo 3, Starcraft 2. Ну и там ещё Starcraft 1. Всякие-всякие. В дигитальном виде. Но мы же про коллекционочки. Коллекционочки вот они. Вот. Спасибо за внимание. С вами был рад. До новых встреч.